Когда я вам об этих стрелах рассказываю, пожалуйста, прям постарайтесь спросить у Господа, нет ли подобных стрел и подобных твердынь сейчас в моей жизни. Превозношение лесть. Ты проповедуешь, молишься или делаешь что-то лучше всех. Ты должен быть первым. Ты самый духовный в твоей церкви. Ты лучший молитвенник. Ты лучший проповедник. Ты апостол. Не слушай людей. Слушай только Господа. У тебя самые ближайшие взаимоотношения с Господом. Вообще, если бы не ты, это бы церковь уже не существовала. Если бы не ты. Ну вот, если бы не ты. Надменея гордость, самоуверенность. Цели дьявола в этом. Твердыня. Я помазанник Божий. Который слушает только Бога. Я знаю, как правильно. Я самый зрелый. Я самый умный. У меня близкие взаимоотношения с Богом. Поэтому, никто мне не указ. Я никого не слушаю. Я слушаю только Бога. Вот к чему это привести может. И, дорогие, я еще раз вам скажу, что это не вопрос того, прилетают ли эти стрелы или не прилетают в вашу голову. Они прилетают в каждую голову. Все эти стрелы прилетают в каждую голову. Просто, в зависимости от типа личности, на кого-то лучше будут действовать стрелы осуждения, унижения, самосожаления. И тогда человек сгибается под этой тяжестью и этими твердынями окружен. А для кого-то, для таких вот сильных духов и людей, самая надежная стрела превозношения и лесть. Стрела, которая потворствует тому, чтобы ты возрастал в своей гордости. А гордость предшествует падению. Поэтому, вот здесь вот просто, когда начинается вот это вот ты, супергерой во Христе, понимаете, откуда сквозит этот голос. Шестая стрела, запугивание. Я убью твою семью. Тебя отлучат от церкви. Ты опозоришься при всех. Мы тебя посадим. Ну, понятно, запугивание очень понятно. То есть, просто тупо давление на страх. И вот Голиаф, что он делал? Он же не сражаясь ни с кем, просто на протяжении долгого времени унижал и посрамлял Божий народ. Он просто выходил и смеялся над ними и говорил, ну, давайте, выходите против меня. Боитесь ничтожества. То есть, унижал и запугивал. Унижал и запугивал. И делал это два раза в день, насколько я помню. То есть, там, с утра и вечером. Да, Коля Давид не пришел с обновленным мышлением. Цель остановить, не допустить действия Божия и излишняя осторожность. Остановить и не допустить действия Божия или вызвать излишнюю осторожность. Твердыни это опасно. Сатана мне точно навредит. Ну, то есть, по сути, твердыня это жизнь в страхе. Седьмая стрела неверия. Стрелы неверия. Еще раз, это группа стрел, можно сказать. Как они могут приходить, в качестве каких мыслей? Это невозможно. Такого еще не было. Он не может исцелиться или он не исцелится. Ты уже молился, и что? Ничего не произошло. Цель какая? Неверия, скептицизм, нейтрализация силы Божьей. Друзья, вера активирует силу Божью. Вера активирует Царство Божие. Вера, одно из основных, просто, составляющих, которая нам абсолютно необходима. И если враг стреляет в нашу веру стрелами неверия, и если мы в итоге скатываемся вот в эти твердыни, какие твердыни приходят? Дары действовали только во времена апостолов. Исцеление это суверенная воля Божия. Хочет Бог кого-то исцеляет, хочет не исцеляет, но вообще он никого не исцеляет. И вообще болезнь это благословение. Дары раньше действовали, сила Божья была нужна. Сейчас-то она зачем? Вот так вот выглядят твердыни неверия, которые существуют в целых динаминациях сегодня. Которые лишили Бога силы, лишили Церковь силы. Церковь собрания логических умников, которые ничего не могут. Которые, да, проповедуют истину. Вот, ну, слава Богу, центр истины остался, что Иисус Господь, и что Он Спаситель, и что Он Спасает. Но заметили ли вы, друзья, что особо не удивишь этим посланием никого сегодня? Я недавно с Пенуэлла пробуждения в Сибири летел в самолете с мусульманином. Рядом со мной мусульманин сидел. Мужчина. И я сидел, читал книгу Рика Джойнера, а он сидел и молился. Я слышу, сидит молится человек. Ну, и вообще, когда я только зашел, я с ним познакомился уже. И я спросил у него потом, вы молились сейчас? Он говорит, да, молился. И оказывается, он регулярно молится. И он очень основательно относится к своей вере, друзья. И мы с ним начали разговаривать о вере. И он живет очень благочестивой жизнью, друзья. И вы знаете, просто рассказать человеку, который поклоняется Богу, который искренне молится, который живет достаточно благочестиво, и у которого эта твердыня насаждена с детства практически, а ему сегодня за 50. Рассказать просто этому человеку, что Иисус его любит, и он сын Божий. Вот знаете, это, конечно, хорошо. Но мусульмане не примет Иисуса Христа без явления силы Духа. Поэтому, ладно, опять не туда мы начинаем идти. Логика, уныние, логика, логичная церковь. Все основано на мозге, на понимании процессов. У нас работают бизнес-программы по развитию церкви, которые работают в миру, и они действительно работают. Но веры ноль у нас осталось. Негатив. Стрелы негатива. Стрелы негатива. Не получится. Слишком сложно. Тебя опять подвели. Ну и любые мысли, которые несут оттенок негативного характера. Цель уныния, скептицизм. Твердыня состояния. Уныние, негативное мышление. Друзья, еще важный момент. Хочу отметить, его не было в предыдущих слайдах, и его в принципе нет в слайдах, но это очень важно. Итак, мысли и чувства, они напрямую связаны. Потому что то, что мы думаем, то мы впоследствии и чувствуем. Потому что чувство это некая химия процессов в нашем теле, которая активируется при помощи нашего мышления. И поэтому, когда я мыслю позитивно и правильно, я чувствую себя хорошо. Когда я мыслю неправильно, негативно мыслю, я и чувствую себя разбитым, уставшим, я чувствую уныние, я чувствую депрессию и так далее. То есть, мои чувства это последствия моих мыслей, можно сказать. Мои чувства это последствия моих мыслей. Поэтому, если я негативно думаю, то я и чувствую себя отвратно. Они напрямую связаны. Они влияют друг на друга. Но также и чувства влияют на мысли, но больше мысли влияют на чувства. Они вот, ну вот, просто влияют друг на друга. Но первичные здесь мысли. Они более сильные, более главенствующие. И поэтому, когда вы чувствуете себя плохо, То, что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо, как правило, это подумать по-другому. Итак, стрелы негатива ловить нельзя. Нужно мыслить позитивно. Позитивно мыслить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова